Программа «Мой герой» победит национальной телевизионной премии «Телетриумф» в номинации «Региональная передача». Сегодня у меня в гостях обаятельная героиня воровки и исцеления любови. Антонина Венедиктова в программе «Визит Дамы». В какой-то момент талант он перестает тебя спасать, потому что профессия уходит дальше. И в результате те студенты, которые в какой-то момент были аутсайдерами, но они работали, 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 они опережают и уходят намного вперед. Количество переходит в качество даже здесь. Актрисы любят играть злодеек. Такие роли позволяют показать самые яркие эмоции, выпускать наружу самые затаенные женские качества, существовать на самых высоких градусах. Играть нежных тургеневских женщин актрисы любят не слишком. Что можно здесь показать? Тихую женственность, непопулярную жертвенность, отказ от борьбы и готовность к прощению. Сегодня мир провоцирует в женщине совсем другое. И дорогого стоит сознательное стремление актрисы к немодному амплуа и готовность присягать на верность ностальгическим вечным ценностям. Без фальши и сантиментов, без патоки и слез, а честно, искренне и естественно. Мама, ну что ты никуда не ходишь? Если приглашают на какую-то тусовку, я подумаю, подумаю, лучше не пойду. А они меня гонят. Говорят, что, иди! Почему вы не хотите идти? Вам там неловко как-то? Мне жалко времени, мне там неинтересно. Мне как-то вот прийти и просто, так сказать, вот посмотрите на меня, а вот она я, как-то... Антонина Венедиктова родилась 8 ноября 1963 года. Сначала по стопам родителей поступила в Бауманский институт на факультет турбостроения. Но, проучившись два курса, попала в студенческий театр, которым руководил Михаил Задорнов, и решила изменить судьбу. На экзаменах в школу-студию МХАТ не добрала одного балла, срезалась на малой земле Брежнева. Зато спустя год поступила в Щукинское училище, которое закончила в 88-м году и в котором через 15 лет преподает актерское мастерство. На втором курсе родила дочь, что не помешало получить ленинскую стипендию и красный диплом. Снималась в первом отечественном сериале «Клубничка». Знаменитой стала после сериалов «Воровка» и «Исцеление любовью». Окончила школу телевизионного мастерства Владимира Познера. Работала на телеканале ТВЦ. Написала сценарий одной из серий «Возвращение Мухтара», диалоги для сериалов «Ундина» и «Кармелита». Активно занята в антрепризах. Воспитывает двоих детей. Я, например, себя помню. У нас все-таки было читающее поколение, у нас не было ни видиков. Мультики показывали по телевизору два раза в неделю, можно было посмотреть. По телевизору смотреть было нечего. Постоянные какие-то съезды, жатвы, надои, удои. Все это было неинтересно. Единственное развлечение – прийти домой, почитать книжку. Поэтому у нас была большая библиотека, я прочитала все, что было возможно. Дочка моя росла, тоже она читала больше, чем сейчас, допустим, читает у меня сын. Его приходится просто заставлять из-под палки какие-то вещи делать. Кроме из-под палки? Ну, заставлять, шантажом. Ты должен читать 20 страниц в день, тогда в выходные ты будешь играть в компьютер. А играть в компьютер можно только по выходным, в принципе, да? Да. Он достаточно легко принял вот такой график? Ну, был выгоден. Он, конечно, побарахтался. У нас не был эксперимент. Один мы поставили. Я говорю, хорошо, он меня уговорил. Мама, я вот, я буду все делать, я буду все уроки, все, вот ты увидишь прям, и только разреши мне вот каждый день. Я говорю, ну, хорошо. И у нас была четверть, когда он играл. И по итогам четверти он сам понял, что он не справился. И он потом сказал, мам, я понял, что ты специально мне разрешила это сделать, для того, чтобы я убедился, что я не могу совмещать. Очень большой соблазн. Он не мог с собой справиться. Сделать уроки. Да-да, я сделал. Мам, я сделал. Я все сделал. И к компьютеру. Вы снисходительная мама? Ну, да, наверное. Конечно. У вас бывает ощущение, что вам, допустим, не достают строгости? Да, бывает. Ваши дети этим пользуются? Пользуются. Да, они дураки были бы, если они этим не пользовались. И правильно делают. А преподаватель вы снисходительной? Ну, я стараюсь всегда, как бы, человека понимать, оправдывать. Да, наверное, снисходительной. Но, опять же, вопрос к чему. Если дело касается уже непосредственно профессии, да, и если студент изо дня в день, изо репетиции в репетицию, не может вот там сделать чего-то, чего мы добиваемся вместе, а я вижу, что он может это и должен это, и это уже вопрос его внутренней работы над собой, душевной, ну, тут я могу быть очень жесткой. Ну, погоди, я до тебя доберусь, безбожьи! Слушайте, я вдруг подумала, если смоделировать такую гипотетическую ситуацию, если, допустим, студент, разглядяй, ужасный, ну, не знаю, вот он не посещал в течение длительного времени курс, который вы ведете, курс лекций, который вы читаете, и потом он имеет наглость прийти на зачет или на экзамен, и он так талантливо играет некую причину, которая мне мешала. Дело в том, что я преподаю не теоретические предметы, а актерское мастерство. Как раз. Да. И, конечно, есть такие талантливые подлецы, которые приходят и все делают лучше всех. Талант, то, что сделаешь, прощается. А измены можно прощать? Можно. Я думаю, что прощать можно. Все. Да, можно. То есть... Ну, опять же, если это как бы... Если не повторяется, это изо дня в день, потому что это уже называется мазохизм. То есть, ну, если это как-то случилось, ну, вот человек раскаивается и понимает, что это там глупость, беда там и так далее, то я думаю, что можно. Непрочность именно актерских браков. Это миф? Это только кажется? Или действительно это вот самый в этом смысле такой сегмент риска? Я не могу сказать, потому что у меня, как бы я никогда не была замужем за актером. То, что я вижу, вот какие-то актерские пары, по-моему, это очень крепкие, хорошие союзы. Конечно, какие-то там распадаются, но вот те, которые существуют, они очень так устойчивые, и дай бог, чтобы и дальше у них так было. Развод, по какой бы причине он не произошел, по чьей бы вине он не случился, это всегда драма для обоих сторон. И для мужчин, и для женщин. Даже если мужчина уходит, то не будет эта драма, да? Конечно. Потому что рвутся привычные связи, потому что присутствует чувство вины, с которым нужно как-то бороться и так далее. Потому что есть все равно какое-то чувство ответственности, справедливости или несправедливости. Популярный миф о том, что... То есть я не знаю, миф ли это. Популярное мнение о том, что актеру, актрисе, для того, чтобы успешно продолжать работу, для того, чтобы совершенствоваться в своей профессии, нужно неоднократно и сильно влюбляться в все новых и новых людей. Вы согласны с этим? Нет, не согласна. Любить, да, любовь, она, так сказать, кому когда но ведь, понимаете? Кто-то влюбляется быстро, легко, сильно, на час. Сейчас влюблен, потом закрыл дверь, ушел и забыл. Потому что жизнь, она ведет куда-то человека дальше. Кому-то, наоборот, дано любить глубоко и постоянно одного человека или пережить в своей жизни две любви, я не знаю, три. Но, опять же, это у каждого индивидуально. Мне, например, не надо совершенно влюбляться в партнера, если я играю с ним любовь. Наоборот, мне нужно с ним какие-то дружественные, такие теплые, доверительные очень отношения. А как только возникают какие-то флюиды такие романтические, любовные, они только даже мешают. Вот мне, например, играть любовь. Когда находишь с партнером общий язык подхода к этому делу, то полное взаимопонимание и вот это доверие такое чисто человеческое. Потому что любовь, на самом деле, это в первую очередь доверие. Влюбленный человек всегда беззащитен перед предметом своей любви. Он открыт и беззащитен. Почему влюбленные часто кажутся нам не от мира сего или дураками такими. Человек влюблен, значит, он в какой-то момент кажется глуп, потому что он открыт и беззащитен, как ребенок. Поэтому чувство доверия, оно очень близко подходит к состоянию влюбленности. Потому что если я доверяю партнеру, то я могу перед ним открыться. Я могу перед ним открыться и я знаю, что он не скажет мне «А, Венедиктова, ты на самом деле в меня влюбилась». А какой я? Нет, этого не будет.